МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У Беларуси начинаются отправки новобранцов во Удройные силы. Отправки со сборных пунктов продолжатся по 14 листопада. Уселесные господарки при нем не дадут на рыхток у дроу по заявок на сельдство. Найбольший попыт на дорозу. Беларусами селета было набыто обаль миллион кубометров дроу. На Гродишине с початку года лязгасы реализовали насельдство около 12 тысяч кубов. Нарыхтовкой эко-палева на зиму займается усе господарки при немыня. Як рассказывают специалисты, с початком нового сезона с назапашванием дроу ажиэтажу не назираются. Заявки громадян лесники выконывают на протягу сяний дён. Юля Юхневич расскажем. Летом нарыхтовать дроу в регионе было проблематично. У большинства районов долгий час доступ даля собу обнижаваны с причины высокого класса пожара небезпеки, обвештанного у субеси со спекой. С надыходом холодного дождливого сезона ситуация изменилась. Чым и активно корыстаются жахары при немане. Хтось выбирает закупку готовых дроу. Иншые адают перевагу выезду на дзялянку, каб самостоянно нарыхтовать эко-палева. Граждане непосредственно должны обращаться в лесничество, заключать договора. В дальнейшем, чтобы мы могли в ближайшее время связаться с ними и сообщить, что дрова могут быть привезены потребителям. Это, как правило, с доставкой. Если люди сами желают взять дрова из леса, то тогда тут тоже процедура похожая, тоже договор, тоже говорят день, время, которое хотят забрать дрова. Ну и выезжает специалист на место, производит обмер и отпуск древесины, то есть дров. Запытау, набыть дровы больше за все поступает летом. Однако и теперь есть попыт на их. По статистыцы, каждый вязгас в области, что год выконывая каля полутора тысяч заявок от насильництва. Наши дрова, которые были заготовлены на данной лесосеке, подвезенные и сейчас готовы на продажу потребителям. Тревесину заготавливаем разную, и лиственную, и хвойную. Ну, в основном преобладающая хвойная, из всяких видов рубок. Заготавливаем, лесорубы заготавливают, сележка механизмы подвозят на промсклад. Ну и уже непосредственно с промсклада производится реализация дров потребителю и всем желающим. У среднем на сезон люди берут одну машину дров, кля 6 кубометров, где хапаен обогрев одной хаты. У опошней годы растет попыт на готовые дровы, как самим не колоть полены. Жихары региона традиционно перевагу отдают лестяным породам, которые имеют большую теплоотдачу. Частей за все берут берозу, 80% от всей дровнины она должна гореть. Для лазня у частей набывают дуб. Попыт населенства забеспечивается у полной меры. Дровокольные обсталевания есть во всех лесгасах в области. Дровокольное производство запущено в июле месяце этого года. Мы работаем, где-то выработка выходит 60 кубов в неделю. Нам привозят дрова здесь 4-метровые, и мы перерабатываем их в колотые дрова. Селетний виросень стал самым теплым за опошние 78 годов мета назирания у Беларуси, что отцегнуло початок отепляльного сезона. Але понижение вонковых температур у Кастричнику примусило грамадян активизоваться. Как заявляют у лесгасах, постоянный контроль за попытами и пропоновами позволяет им попередживать долгие черги. До приклада, сейчас на выполнении заявок грамадян на набыть дров идет не больше 7 дней. В регионе объявлен конкурс на реализацию грамадянских инициатив, накерованных на решение вопросов местного значения. Стало это мягчима заступлением 20-го Кастричника в силу нового закона, который регулирует правовый механизм реализации инициатив. В этом году уже есть такой практичный опыт. Летость, благодаря идеям Жихаров в области, появилось 14 новых объектов и локаций разных призначений. На их реализацию с мясового бюджету выдатковано было 200 тысяч рублей. Выники областным совете депутатов оценивают вельми становуча. И уже многие из тех, кто удельничал у конкурсе «Летость», выступили с новыми проектами. У Банку данных областовета находится уже каля полсотни заявок на суфинансование идей. Подробязни рубрицы «Комментарий дня». Гражданские инициативы — это такой правовой механизм, который позволяет вовлекать граждан в реализации тех проблем, которые, как кажется, для них наиболее актуальны. По сути дела, это, конечно, вовлечение всех жителей в реализации тех местных проблем, которые они наблюдают. Это благоустройство территории общего пользования, это благоустройство дворовой территории, детской площадки. И, конечно, когда граждане сами вовлечены в реализацию некоторых вопросов, то наиболее ценят выполнение данных работ. Ну, а государство решает такую важную задачу, как консолидация общества, вовлечение общества в решение тех вопросов, которые, ну, как кажется, всем наиболее актуальны в настоящее время. Для участия в гражданских инициативах имеют право жители Грунинской области старше 18 лет. Механизм последующий, как бы сразу подают проектную заявку. Заявка должна быть оформлена в виде проекта, где предусматривается актуальность и описывается актуальность данной проектной инициативы, предварительный расчет средств на реализацию данной инициативы, время проведения и территории, на которой будут проводиться вот все работы, связанные с гражданской инициативой. Направление, то есть задача гражданских инициатив направлена на улучшение качества жизни. Это на благоустройство территории общего пользования, детские площадки, спортивные площадки. Это строительство, реконструкция каких-то определенных социально значимых объектов. Это профилактика инфекционных, неинфекционных заболеваний. Ну, то есть это те все проекты, которые будут направлены на реализацию улучшения качества жизни населения. Такой опыт в Грунинской области уже есть. В прошлом году реализовано 14 инициатив, которые были разноплановые, но все направлены на улучшение качества жизни жителей либо функционирование каких-то учреждений и образования в том числе, подавали на конкурс и сельские советы, и учреждения образования, в частности, и детские сады. Самый интересный такой вот важный подход в этом направлении даже не так как результат этой гражданской инициативы, а сам процесс вовлечения людей в реализацию данной инициативы. Ну, вот, например, один из примеров – это 51-й детский сад города Гродно, который реализовал инициативу по экологическому образованию детей, куда были вовлечены не только педагогический коллектив и сами ребята, но и родители. Родители давали положительную оценку данному проекту, потому что были сами заинтересованы в реализации данного проекта, и они видели, насколько детям важно, интересно и значимо не только получать экологические знания, но и проведение свободного времени с пользой. Интересная инициатива была реализована в Горском сельском совете, куда были вовлечены практически все предприятия и учреждения, которые находятся на территории данного сельского совета. когда вместе во главе с председателем сельского совета были просто за столом переговоров, за круглым столом реализовано желание иметь современную детскую площадку на территории общего пользования, которая позволила не только вовлечь в реализацию, но и потом проводить все мероприятия сообща. Интересный и значимый проект проводился в Зельвинском районе, в Дереческом сельском совете, когда за счет ресурса местных жителей был проведен не один субботник, и вовлечено очень много предприятий для благоустройства старинного парка под зону отдыха, современную зону отдыха для молодежи и пожилых жителей. То есть гражданские инициативы это настолько такой хороший, правильный механизм, который наверняка нас отправляет в те далекие нам известные времена, когда белорусы талакой выполняли определенные задачи, выполняли определенные мероприятия. Вместе обустраивали территории, сохраняли порядок, наводили порядок, потом организовали праздники на этой территории и вместе сообща просто делали доброе, хорошее дело. В Беларуси начинаются восемьские отправки во Узбройные силы, яка хочу на терминовую службу почнуть нести амаль 1700 юнаков при немыня. Ясчекаля 20 службу резерве. На передо дня отправок у воинские частки и формирование краины у военкоматии областного центра и Гродинского района для новобранцев пришел традиционный день призывника. Непосредо отправки из областного сборного пункта пройдут с 24-го Кострышника по 14 листопада. Молодые люди в течение полутора месяцев проходили мероприятия призыва, связанные с оповещением, медицинским освидетельствованием. Ну и завтра финальный этап для некоторых это отправка воинских частей, вооруженных сил и других воинских формирований. Все юноши прошли медицинское освидетельствование и профессиональными квалифицированными специалистами медицинского профиля были приняты решения о степени их годности. После окончания высшего учебного вздения БГУ меня, собственно, призвали на срочную военную службу. В БГУ я прошел военную кафедру, то есть служить мне полгода и иду я в звание младшего сержанта. Собственно, планирую отдать долг родине с уверенностью и достойно служить свои полгода. На словах, в рамках Восинского призыва из Гродно и Гродинского района на терминовую службу отправится около 500 молодых людей. З нагоды традиционного дня призывника в военный комиссариат запросили активистов громадских объединений и ветеранов на встречу с новобранцами, которые одни из первых по полной шире у Збройных сил страны. Гостей повеншовали будущих оборонцевой чины, которые на порозе важной подъей. По традиции на встречу были запрошены и в очне старейших классов школ областного центра. И, как оказалось, некоторые из этих школьников уже с упевненностью заявляют, что хочет связать свое житие с Узбройными силами Беларуси. Я планирую в дальнейшем связать свою жизнь с службой в вооруженных силах. Для себя я принял это решение осознанно, потому что я с детства хотел отдать долг родине. Патриотизм во мне развивался с самого детства. Во мне его развивали мои родители и учителя. Служба в армии разобьет во мне отвагу, доблесть, сложенность, доброту, физическую силу, ответственность. Все лучшие качества человеческие. Для запрошенных школьников была организована экскурсия по комиссариате. Подлетки смогли познайомиться с его працеем, доведаться, какие задачи выполняют работники установы, задать им любые хвалюющие питания. В Шочинском районе ликвидовали бровар. На самотужную вытворчость, мощных напитков правоохонники вышли в рамках рейдовых мероприемств. Володаликом бровара оказался 45-годовый Жихар Гродно, який нигде не працует. Готворчость была наладжена у лесной массиве «Калевевский щанец». На момент визиты у правоохонников мужчина уже нарихтовал 60 литров самогону. А у чанах находилось еще 2200 литров браги. У час рейду аппарат конфискованный. Уся ватка знищена, проверка протягивается. Мужчине может погрожать отказность по артикуле, санкции якого предуглежит штраф до 5 базовых величин. У випадку повторного порушения на протягу года до 30 базовых величин. Меблю от Белорусского товариства «Червоного крижа» отримливают социальные установы республики. У Гродинской области допомоганы керываны Улицки, Муравански, Новогрудские и Жуховицки дамы-интернаты для пожилых людей и инвалидов. Вольга Борисевич, Патравязний. Белорусское товариство «Червоного крижа» шматгадовый надейный социальный партнер нашей державы у расшенни гуманитарных задач в разных сферах, в том, ликую поддержку наибольшь необороненных слоев насильництва. Суместно с этой организацией реализованы не один проект на Гродинщине. У первую чергу в центре уваги социальной установы региона, яким «Червоный криж» оказывает разнастайную допомогу у тимлику по умацеванию их материально-технической базы. С Красным Крестом связывает нас и выполнение таких важных задач, как осуществление ухода за нашими лежачими людьми, это инвалиды и граждане пожилого возраста в рамках государственного социального заказа. И мы работаем с Красным Крестом очень-очень давно. И считаем, что именно эта организация одна из тех, которые поддерживают социальную защиту. И я надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться и дальше. На этот раз у якости допомоги от «Червоного крижа» четыре социальные установы при нем не отримали 102 ложки и ортопедичные матрацы, подушки и коудры. Улитский психоневрологичный дом-интернат для состарелых и инвалидов накирована Амаль треть. С боку державы для умоцевания материально-технической базы этой установы робится шмат, а лишь и допомога от партнеров николи не лишняя. Кожный, кто тут живе, а это свыше 320 человек, мая серьезные проблемы со здоровьем. Тому важно, как эти люди проводили часы, отпочивали у належных умовах. 28 передадзенных ложков выдатно уписались у интерьер спальных покоев и уже оценены теми, кому они призначены. Это очень хорошего уровня класса кровати, они обрабатываются и очень хорошие ортопедические матрасы в том числе для того, чтобы как раз таки вот люди, которые имеют свои особенности физического развития, психического развития, могли спокойно отдыхать и восстанавливаться во время сна. Белорусское товарыство «Червоного крыжа» объеднувает ты, кто готовый и может допомагать иншим. Причим дает махшимость робить это разными способами. Найбольше распаусюдженные охверование и уделу в разных акциях. Помощь не регламентируется, это может быть абсолютно любая сумма, она потом собирается, аккумулируется, и мы направляем эти деньги для того, чтобы помочь тому, кто в ней нуждается. Ну и конечно же и организации, учреждения не стоят в стороне. Многие участвуют в наших акциях, это и соберем детей в школу, и помощь сейчас вот допомога, когда мы активно очень помогаем нашим пожилым людям, которые в меру своих физических уже способностей не всегда могут нормально себя обслуживать. Мы и, как говорится, руками с нашими волонтерами помогаем, и, конечно же, собираем денежные средства для того, чтобы сейчас помочь нам и запастись на зиму сельскохозяйственной продукцией, в том числе. Акции Белорусского товариства «Червоного крыжа» и передача гуманитарной допомоги проводятся у разных регионах краины. Так, наступной в область, у которой отримает меблю, станет Витебская. Туда будет накировано 90 ложков и принадлежности для их. Усягошь по социальных установах краины будет размирковано 200 ложков. Гродинские медики придумали способ особливо означать День Батьки. У Гонартато областным центром заклали аллею с яблень и гатунку «Райский яблочок». Чем дали початок шматгадовому проекту «Створение у Гродни райска окутка». Инициативу администрации Гродинской областной дитячей больницы за доволением поднимали маленькие пациенты и их таты. Проект будет у нас масштабный. Мы его начали только пока с пяти яблонь. Дерево, которое мы использовали при создании данной аллеи. Аллея отцов, «Райский островок» называется. Мы символично взяли, исходя из того, что плоды этого дерева очень маленькие, и наши пациенты тоже очень маленькие. Это и послужило поводом и причиной того, что выбор пал именно на данный вид яблока. Данная аллея будет символизировать родительскую любовь к своим детям. Как матери, так и отца, так и семьи вместе. В планируемом будущем, когда яблони увеличатся в размере, когда сама аллея увеличится в размере, у нас мы планируем, что это будет такой создан комфортный уголок для отдыха, и для времяпрепровождения родителей с детьми во время нахождения на лечении в стенах нашего учреждения. У детячей больницы эта территория перетворится в аутульный и зеленый райский куток. Теперь тут установлена памятная табличка, на месте, в которой в перспективе появится тематичная малая архитектурная форма, которая будет нагадывать подрастающему поколению об семейных традициях и каштовностях. Клятву на верность университету Анастасия Лебедевской стал хвалюющему двоя. Ей была даручена важная миссия – читать слова клятвы студентов-мытников и задавать тону раджистости. Анастасия с детинства хотела носить форму. Вось только не могла вызначиться и акую. Калиш сказала родным, что поступая на специальность «Мытная справа», батьки подтримали. Решение пришло совершенно спонтанно. К семье это совершенно никак не относится. У меня вся семья медработников. Я знала, что я хочу носить форму в будущем. Я хочу заниматься юриспруденцией. И все свелось к таможенному делу. Это очень интересная специальность. Очень разнообразные предметы вплоть до различных иностранных языков. У нас два иностранных языка, также большая математика, юридические специальности. То есть совершенно разнообразный спектр знаний. У Анастасии у выбора профессии было все спонтанно. Али сярут ей однокурсников шматых, кто выбрал специальность «Мытная справа» свя дома. Лизавета Высоцкая, например, марила працовать на мытне с дитячих годов. В детстве я довольно часто ездила за границу, наблюдала за работой таможенников. И мне очень понравилось, поэтому я выбрала специальность. Кадры для мытных органов в Купаловском университете рыхтуют не так давно. Первый набор был 2017. Зараз на четырех курсах учатся 119 человек. Особливо важный, означают студенты и выкладчики, первый курс навучания. За первый курс они должны себя показать. Они должны участвовать в мероприятиях, они должны хорошо учиться и показать того, что они достойны влиться в лиды и затем таможенников, сначала студентов, а затем таможенников. Поэтому действительно это очень волнительное мероприятие и для нас, и для университета, и, конечно, для самих студентов. На урочистость принесения клятвы за усёды запрашается керавництво Державного мытного комитета и Гродинской региональной мытни, с якими в НУ звязывая тесное супрацовництво. Отриманные во университете теоретичные веды, студенты за усёды подмотцовывают практичными навыками в пунктах пропуску. Тому на первое працованное место приходят доброподрихтованными специалистами. В настоящее время в шести вузах страны на специальности таможенного дела обучается порядка 800 студентов. Это довольно много. Каждый год порядка ста человек, может, чуть больше выпускников таможенного дела приходят на службу в таможенные органы. Мы стараемся, чтобы они не просто получили теоретические знания во время учёбы в университете, но и получили определённые практические уже моменты во время практики, во время посещения пунктов пропуска и пунктов таможенного оформления. После урочистой церемонии студенты и гости стали удельниками диалоговой пляцовки, которая одним дала махчимость зрозуметь, что хвалюет сегодняшнюю молодь, а другим задать напрямую питание, якое цікавить, и отримать на их вмятственные щирые отказы. У поединку 18-го тура экстралигии Ньоман упевнена обгуляв Могилёв 4-1. Докладными китками вызначилися Игорь Козячий, Артём Ляуша, Владислав Пауловский и Артём Осипов. У турнирной таблицы зараз червоно-чорные займают пятое место с 23 очками. Гатаминистерия обещала быть результативной и ведовичной. Обе две команды гуляют у атакующих наступливых окей. Так и оно и отрималося только с боку одной из команд. Ньоман спокойно закинул четыре шайбы львам, на что соперник отказал только одним голым Сиротина. На 14-е хвиление нашу команду вывел наперед Игорь Козячий. У наступном перееде отрыв повеличил Артём Ляуша. У заключенном адреску матча у Владислава Пауловский и Артём Осипов знов поразили вороты гостей. А до Гродинца мне час расслабляться. Подопечные Александра Масирухина призвучаили глядачов до того, что на другие матчи не выходят еще больше зараженными и собранными. Министерия с Металургом тому подтверждение. Сустречу отказ сьогодняя 23-я Кастричника пройшла у Гродня у Лядовом Палаце спорту. На этом выпуск завершенный. Я развитываюся с вами. Усего доброго. Редактор субтитров А.Семкин у Лауторак 24-го Кастричника у областным центры чакается воблачная надворье без апаткау. Раницей слупок термометра покажа каля 5 градусов тепла. Днем да плюс 10, а вечером да плюс 7 градусов. Ветер пауднева у сходні ад 2 до 4 метров на секунду. Атмосферный тиск 750 миллиметра у ртутнага слупка. Вильготнаць па ветра каля 99% у Раницей 85% днем и 95% вечером. Зулікам усіх метрологічных дадзіных адшуваемая температура па ветра на протягу дня будзе вагацца ад 5 до 9 градусов тепла. У районных центрах 24-го Кастрышніка на двор е будзі наступным. У Велікай Бераставіцы волкавыску і зельві каля 5 градусів тепла раніцей до плюс 10 днем і до плюс 8 вечером. В облачна безападкаў ветер пауднёва усходні ад 2 до 4 метров на секунду. У свіслачы каля 6 градусов тепла раніцей до плюс 11 днем і до плюс 8 вечером. В облачна безападкаў ветер пауднёва усходні ад 2 до 4 метров на секунду. У слонімі і дятлаві каля 5 градусов Редактор субтитров А.Семкин до плюс 11 днём и до плюс 7 вечером. В облачно, без опадков, ветер поуднево-сходни от 2 до 4 метров на секунду. У Илли и Кареличах каля 7 градусов тепла ранецы и вечером и до плюс 10 днём. В облачно, без опадков, ветер поуднево-сходни от 2 до 4 метров на секунду. У Воронове каля 6 градусов тепла ранецы и вечером и до плюс 10 днём. В облачно без опадков ветер по дневу сходни от 2 до 4 метров на секунду. У островцы Ашмянах и Смаргонии каля 7 градусов тепла ранницей до плюс 9 днем и до плюс 5 вечером. В облачно дождь ветер по дневу сходни от 2 до 4 метров на секунду. У Новогрудку каля 5 градусов тепла ранницей до плюс 9 днем и до плюс 7 вечером. В облачна, без западков, ветер пауднево-сходний от 2 до 4 метров на секунду. ПА МЕСЯЦОВЫМ КАЛЕНДАРЫ МАЛАДЫЙ МЕСЯЦ, А ДАКЛАДНІЙ 24 КАСТРЫШНІКА У 16 ГАДІН 13 ХВІЛІН ПАРШНІЦА 11 ДЕНЬ МЕСЯЦОВАГА ЦЫКЛУ. АУТОРАК БУДІС ПРЫЯЛЬНЫМ ДЛЯ ТВОРЧАСТІ, КАХАННЯ І ДУХОВНЫХ ПОШУКАУ. БЕЗДАКОРНА БУДЮЦ ПРАСОВАЦЦА ЛЮБЫЕ, ЯК ВАЖНЫЕ, ТАКІ НЕ ВЕЛЬМІ СПРАВЫ. ПЛАНЫ І ЗАДУМЫ ЗРЕАЛІЗУЦЦА З НАІМЕНШЕЙ ЗАТРАТАЙ СІЛ І ЭНЕРГІЇ. НЕ ПРЫЯМНЫЕ ПАДІІЙ КАЛІ ІЗДАРАЦЦА БУДЮЦ КАРАТКОЧАСОВАМІ І НЕ ПРЫНЯСЮЦ АТЧУВАЛЬНЫЙ ШКОДЫ. НЕДРЕННЫЙ ЧАС ДЛЯ ПАЄЗДАК, ПІРАЄЗДУ І ПІРАМЕНУ РОДЫ ДЕЙНАСЦІ. ПА ПРАВАСЛАУНЫМ КАЛІНДАРЫ 24 КАСТРЫЧНІКА ІМЕННІНЫ У ЗІНАІДЫ, ЗМІТІРА І ФІЛІПА. У КАТЭЛІКОУ ДІНЬ АНЁЛА АТЗНАЧАЦЬ АНТОН, ЯН, МАРК, ВАЛІНТІНА І ТІМУР. ДЕЛЯ ПРАВАСЛІПА.